Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Skyrim, и продолжаем собирать дейдрические артефакты. У нас уже сегодня, по-моему, десятый мы соберем. Вот, данный квест будет, по-моему, довольно коротенький, если я не ошибаюсь, если я его правильно сделал. И, взять его можно после 20 уровня, и после выполнения, насколько я понимаю, стартовых квестов, когда нам дают Хускарла в Вайтране. Для того, чтобы его взять, нужно поговорить с Хульдой. И расспросить... И расспросить, что-нибудь слышно в последнее время. Так. Это нам неинтересно. Еще что-нибудь слышно в последнее время? Понятно, это тоже нам неинтересно. О чем в последнее время народ судачит? Так, это тоже понятно. Что, все, больше ничего не говорят? Что-нибудь слышно в последнее время? Странные вещи говорят про Ярлова. О, вот это нам и надо. Один, мол, потянулся к жестокости, а у двух других дурной глаз. Лучше держаться подальше. Вот это нам и надо квест. Расспросить о странностях детей Балгруфа. Это задание, по которому мы получим... Дейдрическую катану, по-моему. Ну, короче, двуручный диэдрический меч. Неплохой такой. Да, пошли к... Нет, золотолист у меня активировался. Мне не нужен золотолист. Мне не нужен страж рассвета. Мне нужно вот расспросить. А все остальное мне пока неинтересно. Да, пошли и... И расспросим. Да, они в дворце у себя. Поэтому погнали. Погнали. Вот сейчас красивый такой очень вид, конечно. Вот так вот, в сумерках. Очень приятно так смотрится эта крепость. Окей, поехали. Вот там кости, по-моему, даже убивать никого не придется. Ну вот, собственноручно, если я не ошибаюсь. Может, я что-то опять сейчас путаю. Я могу что-то путать, потому что все это дело я... Когда-то делал давно. И уже многое не помню. Так. Покой и ярла. То есть нам предлагают сейчас с ярлом поговорить, да? Насколько я понимаю. У ярла можем пособирать цветочки и немного... Но это будет долго. Не хочу я взламывать эти замки бесполезные. Ну как бесполезные? Меч, по большому счету, для меня бесполезный, поэтому... Да, давайте поговорим с ярлом. Да хранят тебя боги в битву, друг. Мне говорили, что у тебя проблемы с детьми. Да, с младшим сыном. Он трудный ребенок. Даже не знаю, что с ним делать. Всегда был тихоня. Мы в последнее время как подменили. Стал мрачным, жестоким. Со мной и слово мне обмолвится. А я не знаю даже, чем его обидел. Может, хоть ты поговоришь с ним? Выведай правду. Буду безмерно благодарен. Ну окей. Давайте теперь поговорим с мальцом. Так, и теперь дверь, которая шепчет. Да, мы получили вот как раз, наконец-то, это самое задание. И пошли поговорим. Вон он, где-то здесь, в этой комнате. Просыпайся, просыпайся. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Я пришел поговорить с тобой. Значит, этот вонючий Боров прислал тебя ко мне? Когда-нибудь я ему рожу раскрою, чтоб отстал. Отлично. Хм, отец ничего обо мне не знает. Зато я знаю о нем и о войне. Больше, чем он может представить. И что именно? Я знаю, что он все еще молится Талосу. Что он ненавидит Талмор похлеще, чем братья Бури. Что он трясется, что его прогонят из Вайтрана. Что он... Что я... Что у меня с братом и сестой разные матери. Откуда ты все это знаешь? Это старый замок. Много уголков, где никто давно не бывал. Уголков, откуда многое слышно. Многое видно. И Шептунья. Кто такая Шептунья? Ну, она не говорит свое имя. Я неплохо наловчился подслушивать. И как-то раз, когда я был у двери в подвале, она заговорила со мной. Я уж подумал, будто попался. Но она рассказала мне еще больше секретов. Но я не могу открыть дверь. Где эта дверь? В подвале. Не бойся, не пропустишь. Наверняка она с тобой тоже поговорит. Ладно. Давайте пойдем поговорим с Шептуньей. Фу! У тебя изо рта несет. Что это ты жрешь? Ммм. Человеченку. Человеченку. Ты смотри, а то я тебе покажу, что это я жру. Так. Вот эта дверь Шептунья. Встать у двери и послушать. Что не может сделать мальчик? Мальчишка, отлично выведывает чужие тайны. Но порочность детей недостаточно для моих целей. А вот от тебя я жду куда большей податливости. Да кто-то вообще. Я прощаю тебя за то, что тебе неведомо мое имя. Мало кто способен ныне слышать мой шепот. Я Мефала Шептуния. Я сижу в центре паутины связи между смертными. Любовь, ненависть, верность, предательство. Чего ты от меня хочешь? Сперва открой эту дверь. За ней сокрыта часть моей силы. И даже мои глаза не могут прозреть тьму за печатями. Лучше пусть она будет в руках человека гордого и одаренного. Такого как ты. Как мне открыть дверь? Весь Вайтран пронизывает паранойя и напряжение. Слуги Ярла не зря боятся силы, скрытой за этой дверью. Ярл доверяет немногим. И эти немногие приведут его к гибели. Темный ребенок знает, о чем я говорю. Он укажет тебе путь. Хорошо, давайте поговорим с темным ребенком. Так, нам снова наверх. Снова в покое Ярла. Периодически открываются до сих пор здесь новые места на карте. Уже раз в третий или четвертый пробегаю. Вроде бы проклацываю по всем. Сейчас я не по всем проклацывал флажкам. Но раньше вроде бы по всем проклацывал. И все равно уже в третий раз открываются новые локации. Так, ну что? Темный ребенок. Ты знаешь, как открыть шепчущую дверь? Я же говорю, я все знаю об этом замке. В общем, почему-то эта дверь особая. Ее могут открывать только двое. Балгруф и Фарингар, придворный маг. Кого ты выберешь, дело твое. Если исчезнет Фарингар, никто не заметит. Можешь поверить. До встречи. То есть, ключом является или Балгруф, или Фарингар. Фарингар на самом деле... Ценный сотрудник тут у меня. Потому что я у него покупаю и продаю всякие ништяки. Но с другой стороны, Балгруфа еще меньше. Мне хочется куда-то сливать в дверь, я не знаю. Давайте посмотрим, что вообще... Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне... Что значит, исчезнет? Эмм... Так... Что мне нужно спросить? Если я скажу, что так или иначе, пока... А теперь прошу извинить. У меня дела, а твои вопросы меня ужас... А, у него просто ключ на самом деле. Вот, все. Удачного дня. Все проще. Я думал, он является ключом, да? Как вот малыш сказал, если, мол, он исчезнет. Но ему не надо исчезать. От меня ты ничего... Просто мастер вор. Даже ключик вынуть не могу. Ну, я еще не качанный вор. Только учусь. Все, хорошо. Ключик есть. Пойдет. Может, он никуда и не исчезнет? Я просто не совсем понял, к чему это малыш сказал. Ну да ладно. Давайте мы откроем эту дверку. И вот. Эбонитовый клинок. Бойтесь этого клинка. Всем, кто это читает, бойтесь этого клинка. Мы надеемся, что к этой комнате имеют доступ лишь Ярл Вайтрана и его доверенный волшебник. Если эту запись читает кто-либо другой, просим вас, осознайте степень своего безрассудства, развернитесь и уходите. Никогда не рассказывайте ни об этой комнате, ни об этом клинке. Он развращал и искажал желания великих мужчин и женщин. Сила его не имеет равных убивать своих жертв, когда они улыбаются тебе. Лишь Деядра мог создать такое мерзкое и противное, пропитанное злом оружие. Однако же, в итоге оказалось, что все, кто брал этот клинок в руки, под конец обретали такой же взгляд, как у безумцев, что бегают по холмам и разговаривают с кроликами. Этот клинок не красивая безделушка. Расплавить его невозможно даже в небесной кузнице. Наоборот, сами угли словно бы остывают, соприкоснувшись с ним. Мы не можем его уничтожить, не можем позволить, чтобы он попал в руки наших врагов. Поэтому он хранится в темноте глубоко под драконьим пределом, чтобы никто никогда не пустил его в ход. И горе тому, кто решится унести его отсюда. Окей. И я решусь. Теперь, думаю, тебе достанет зрение, чтобы увидеть. Этот меч не подходит под описание эбонитового клинка, о котором тебе, возможно, приходилось слышать. Слишком долго он томился вдалеке от ветра верности и измены. Чтобы вернуть себе прежнюю славу, он должен напиться крови предательства. Твой мир так восхитительно погряз во лжи и разврате. Мой клинок — та пиявка, что питается обманом и поит своего хозяина. Выбери тех, кто тебе всех ближе. Пусть мой клинок рассечет связующие вас нити. И тогда он воспоет твое величие. И давайте посмотрим. Эбонитовый клинок поглощает эссенцию жизни ваших врагов. Закален в крови предательства. Ну, на самом деле урон у него в два раза меньше, чем у... Даже чуть... Ну, короче, почти в два раза меньше, чем у моего двуручного топора. Но он еще как бы, да, не... Не обрел свою мощь. Свою мощь. Вот. И нам, в принципе, не нужно, чтобы он обретал свою мощь. Нам хватит того, что мы выполнили этот квест и получили клинок. Вроде бы как. И больше вроде бы нам не нужно. Ну, давайте для эксперимента я сохранюсь, потом загружусь. Опять же, мы будем проводить кровавые эксперименты над Лидией. Он поглощает, по-моему, жизни, да? Ой, почему тебя хп восстановили, Лидия? Опа, она отдувается. Да, смотрите, регенерация хп идет, такая неплохая. Так, Лидия, подожди, ты меня сейчас реально убьешь. Надо, надо выпить зелечку. Зелечки, хорошо. Победа твоя, и я сдаюсь. Так. А, мы еще не убили ее. Тебе нельзя тверк. Вот. Хорошо. Лидия мертва. И давайте посмотрим на клинок. По-моему, ничего не произошло с этим клинком. Как ни странно, может, Лидия не считается, да? Может, нужно кого-то другого убить этим клинком. Ну, в любом случае, в любом случае, задание мы выполнили. И можем положить этот клинок теперь на свое законное место. Ну, Лидия, пропусти меня, пожалуйста. На свое законное место в сундук у меня в поместье. Посмотрим, кстати, может, там стоечки уже доделались, которые я у Лидии заказал. Может, сейчас еще что-нибудь закажем. Денег немного, конечно. Так, хорошо. Озерное поместят. Допали потихоньку. Я там пшеницу сажаю полным ходом. Потому что у меня есть очень много одного ингредиента, которые используются для зелий восстановления ХП. А второго ингредиента нет. Поэтому я пока пшеницу сажаю, использую его как второй ингредиент. Вполне неплохо. Так. Собственно, клиночек. Давай, отправляйся сюда. Все. Итого у нас получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И три предмета на мне. Шесть. Семь. Звезда Азуры здесь еще. Да. И три предмета на мне. Раз. Два и три. Да. Три предмета на мне. Итого десять предметов. Еще пять квестов нам осталось. И мы... Надеюсь, получим достижение. Некоторые говорят, что это достижение багует периодически. Да. И не у всех получается его сделать, даже выполнив все эти квесты. Ну, посмотрим. Я буду надеяться, что мы достижение получим. Ну, вот. И все с этим квестом. На этом я пока что буду с вами, ребята, прощаться. Мы увидимся с вами в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok